Типа вот. На площадке он чувствует себя, как рыба в воде. И с одной левой забивает штрафные, трёхочковые и ближние мячи. Три раза в неделю Всеволод Салин приходит в спортзал, чтобы отрабатывать броски. Вот только напарников нет. Это первый и единственный в Тюменской области спортсмен, который играет в баскетбол на протезе. Кажется, что это невероятно сложно ходить, а тем более бегать, играть на таком протезе. Ну, бегать действительно сложно. Мне просто понравилось. Я пришёл позаниматься, мне понравилось. О таком протезе Сева мечтал с того момента, когда остался без правой ноги. Несчастный случай произошёл в новогодние праздники два года назад. Пошли кататься на снегоходах, и получилось, авария случилась у нас, и сел, повредил ногу. Проводили консилиум с Москвой, то есть периодически, да, и когда уже была угроза сепсиса, что мы можем потерять ребёнка, нам предложили, что давайте будем ампутировать конечности. Большим ударом, шоком, потому что ребёнок был спортивный. Это была мечта детства – стать великим баскетболистом. Сева играл в команде с 11 лет. Сначала за сборную школы, потом за Илутровскую спортшколу. В копилке победы на чемпионатах города и области. Ребята его звали «Наш Коби». В технике он подражал кумиру миллионов и звезде мирового баскетбола Коби Брайанту. Коби меня стали называть большинство, потом почти все уже подключились к этому. Коби из Илутровской? Нет, просто Коби. А вот киборгом называют, не обижаешься? Нет, это факт. Вот здесь откручивается, отсоединяем, а вот здесь есть свой винтик. Берём его, вставляем. Она управляется с телефона. Искусственная нога с микропроцессорным коленным модулем и быстросъёмным адаптером 3 в 1 для ходьбы, бега и плавания. Стоимость изделия более 3 миллионов рублей. Но Севи сделали бесплатно за счёт государства. Киберпротез позволяет не только играть в баскетбол, бегать, кататься на велосипеде и коньках, а самое главное, высокотехнологичную конструкцию изготовили и собрали дома в Тюменском реабилитационном центре. Это первый подобный протез в регионе. Его изготовили всего за 2 недели. Он заряжается из сети, зарядки хватает на 5 дней. Протезы, которые мы изготавливаем здесь в Тюмени, обходятся значительно дешевле, чем если бы их изготавливали в стране изготовители. Русскими ручками собираются весь высокотех. То есть смысл сейчас ехать за границу отпал. Только за 3 года здесь изготовили около 3000 протезов и ортезов на сумму 400 миллионов рублей. Из них 20 умных, высокотехнологичных. Первые шаги на них тюменцы делают под присмотром реабилитологов. Именно здесь Севу на искусственной ноге учили играть в баскетбол, прыгать, держать равновесие и даже танцевать. Ему было очень страшно. Я помню эти первые дни. Он плохо стоял на протезе. Каждый шаг умутывался с трудом. Но он старался. Он выносливый. Он молодец. Умный протез Всеволод Салин освоил всего за полгода. И мечту не бросил. Правда, сегодня он играет в баскетбол на колясках. Анастасия Резаревич, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.